Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Это очередная серия роликов о пустых баночках. Я разгребаю свои запасы и я вижу, что их уже осталось достаточно мало, что меня не сказано радует, потому что у меня эта коробка, мне кажется, эта коробка просто портила фэн-шуй моей комнаты, потому что у меня под кроватью была помойка и склад каких-то непонятных вещей. Итак, приступаем. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот парфюм от марки Карла Фрача, Адетта. Это божественные духи. Большинство людей, которые пробуют марку Карла Фрача, к ней возвращаются. Супер аромат. Даже одна наша блогера, красавишна, она у меня подворовала мой парфюм, она услышала на мне аромат Мидея и говорит, Вероника, что это за духи, что это за духи. И через два дня она купила себе такие же. Никогда так не делайте, это очень обидно. Итак, Адетта у меня еще... Мидея у меня закончилась, Адетта у меня закончилась, у меня осталась Аврора. Вот когда закончится Аврора, выберу себе какой-нибудь из этих ароматов и куплю его полноразмерный. Самые женственные духи, самые стойкие духи, самые красивые, романтичные духи, те духи, на которые мужчины обращают внимание, те духи, на которые женщины обращают внимание, это магия. Присмотритесь. Карла Фрача Адетта, это, насколько я помню, здесь был то ли ананас, то ли что-то такое, пудровый, нежный, женственный запах. То есть ты сразу представляешь себе вот этот вот гордый стан, эти платья пачки, и ты вся такая волшебная. Супер! Если вы еще не пробовали духи Карла Фрача, вы не моя подписчица. Даже не хочу такого ничего знать. Выбрасываю два тональных крема. Первый это Ланком Тент Миракл. Это идеальный тональный крем. Я его обожаю. На зиму это то, что нужно. То есть если летом у меня еще возникают с ним вопросы, потому что начинает лицо блестеть, то на зиму я себе еще раз куплю Ланком Тент Миракл. Кстати, вот не к пустым баночкам будет сказано, но я себе приобрела вот такую вот версию Ланком Миракл Аэр Детент. Охренительное средство. Вот это теперь два моих любимых тональных крема. Ланком Тент Миракл зима, Ланком Миракл Аэр Детент лето. Божественно! Я жду, когда марка просто Ланком скажет мне, Вероника, мы так любим тебя за то, что ты тоже любишь наши продукты. А я им скажу, ребята, я тоже вас так сильно люблю. Вообще, марка Ланком, она моя любимая. По-моему, все уже об этом знают. Еще выбрасываю тональный крем от Revlon Colorstay. У меня он был в оттенке 180 Cent Beige. Линейка у меня была комбинированная жирная кожа. Я его привозила из-под Горицы. Да, это у нас была Черногория. Я покупала это там. Осталось совсем чуть-чуть, но я его просто выкидываю, потому что он уже реально попортился. И все-таки он очень плотный. Слава Богу, у меня сейчас лицо... Спасибо. Вот. Сейчас у меня лицо без каких-то таких явных признаков чего-либо, поэтому не нужно такая плотная степень покрытия. Но для того, кому... тем, кому нужно что-то на лице маскировать, обязательно берите Revlon Colorstay. Очень хорошая штука. Следующее средство, которое я вам могу показать, это вот такой вот консилер от марки Make Up For Ever HD. Он мне совершенно не нравился. Я не знаю. Конечно, когда тебя красит визажист марки Make Up For Ever, у него получается хорошо. Мне с ним было очень сложно. Во-первых, он у меня очень быстро испортился. У него отделилась маслянистая часть от красящей части. И сказать, что он хорошо закрывает какие-то недостатки, тоже, к сожалению, не могу. То есть я его использовала и на прыщике, и под глаза. Ну, что-то как-то не мое. Не знаю. Не нравится. Следующее, что я выбрасываю, это легендарное средство из моих прошлых роликов, наверное, уже двухгодичной, трехгодичной давности. Это средство от моей любимой марки Estee Lauder Spotlight. Что это такое? Это жидкий иллюминатор. Это жидкий... да, это жидкий иллюминатор. У него очень разные возможности. Вы его можете нанести как базу и нанести сверху тональный крем, тогда все лицо будет блестеть. Вы можете его добавлять в тональный крем, чтобы добавить ему светоотражающих частиц. Разница будет совершенно другая, как если вы нанесете его до и нанесете потом вторым слоем тональный крем, или если вы это намешаете. Вы его можете наносить на чистое лицо, на какие-то зоны, которые вы хотите подсветить. У него розовый немножечко перламутр, поэтому оно будет немножко так розовить лицо и будет убирать серый такой грязный, такой вот городской тип лица с вашей физиономией. Замечательное средство. Я помню, что я снимала о нем ролик и говорила, что это средство из любого тонального крема делает люксовый тональный крем. Прошло два года, и я от своих слов не отказываюсь. Вы можете купить любой дешевый тональный крем, добавив в него капелюшку спотлайт, и вы получите на лице то самое сиянье, этот лоск, который мы так ждем от дорогого тонального крема. Почему выбрасываю? Испортилось. Вы знаете мое отношение к срокам годности. Я не читаю сроки годности на продукции. Ну как в магазине я читаю, но если у меня лежат тени, они могут лежать 5 лет. Для меня испортившийся продукт, это когда он рассекается, это когда у меня вдруг какая-то реакция, или если он поменял цвет. Здесь средство рассеклось, поменял цвет. Именно поэтому выбрасываю. Но штука гениальная. Говорю, вы потратите там полторы тысячи рублей, сколько оно сейчас стоит, не знаю, да? Но любой ваш тональный крем станет идеальным. Купите, пожалуйста, его. Супер средство. Следующее, что я выбрасываю, закончившуюся пенку от Лемонграсс Хаус. Это у нас пенка Жасмин. Божественная, просто божественная. Я ее купила исключительно из-за запаха, хотя линейка Жасмин идет больше для сухой кожи. Но так как это пенка, она не сильно влияет на уход, то есть как бы очистили лицо и хорошо. Восхитительный, густой, бодрящий, может быть даже местами удушливый запах Жасмина на любителя. Но это нужно пробовать, это нужно вдыхать, это нужно подбирать под себя. То есть марка Лемонграсс Хаус, она славится именно тем, что там очень сильные эфиры. То есть то, что подходит одному, может не подходить к вам. То, что подходило вам в прошлом месяце, может не подходить вам в будущем месяце. Это абсолютно нормально с эфирными маслами. Так что попробуйте, посмотрите. Еще один дезодорант секрет. У меня в этой коробке больше всего дезодорантов, я смотрю. Еще один дезодорант секрет. Это уже был свежий бриз. Этот был просто твердый, обалденный какой-нибудь день, когда вот буду посвободнее, нужно съездить в какой-нибудь такой магаз, такую крупную сеть, да, и снова закупиться дезодорантами секрет, потому что они самые-самые лучшие. Я их очень люблю. Следующее, что я выбрасываю, это умывалка от марки Виши, Нормодерм, 3-1, это 3-актив серия, глубокое очищение, это гель для умывания, скраб и маска. Хорошее средство, неплохое. Единственное, что мое лицо перестало воспринимать марку Виши, мне кажется, что может быть это еще связано как-то с тем, что что-то они поменяли в своих средствах. То есть то, что мне нравилось и подходило 4-5 лет назад, совершенно мне не нравится сейчас. Но этим средством приятно пользоваться, причем оно реально хорошо прочищает жирный блеск, убирает, убирает хорошо поры. Можно пользоваться как маской, как скрабом, если вы будете пользоваться им умываться каждый день, тоже будет полезно. Хорошее средство, я считаю, что оно гораздо лучше, чем их просто стандартная умывалка, хотя раньше мне та умывалка нравилась гораздо больше. Так, что же вам следующее показать-то такое интересное? Господи, знаете, тут есть какие-то пробники, которые я уже даже не помню, что это такое и зачем это. Выбрасываю свою палетку от Art Deco, здесь несколько цветов, но они мне настолько надоели. Здесь два цвета для бровей, я сейчас не пользуюсь пудрами такими для бровей, плюс у меня есть Anastasia Barely Hills, есть другие марки, не пользуюсь. И также здесь какой-то сиреневый-оранжевый оттенок, ну вот просто столько теней, что уже сил нету. Поэтому маме эти оттенки не понравились, никому они не понравились, поэтому я их возбагриваю. Следующее средство, которое обязательно должно быть у всех моих подписчиц, это гель-воск для бровей от марки Lancome. От марки Lumine. Дешевый, хороший, идеальный, суперский. Конечно же он подходит тем, кто рисует брови и укладывает их, или оно подходит тем, кто не рисует брови, а вам просто нужно расчесать бровинки и придать им легкую форму. Для всех остальных есть средство, которое сейчас должно стать просто бумом по всему миру, это средство от Benefit Gimme Brow. Я им пользуюсь каждый день, это нереальное средство. Когда оно появится сейчас скоро в Ильдебуте, просто строевым шагом сходите и купите. Девочки, это нереальное средство, его нельзя не сравнить ни с чем, даже с этим, но здесь другая ценовая политика и здесь немножко другой смысл. Но, реально говорю, если вы подкрасили бровки сверху вот это средство, у меня это уже второй законченный пузырек, средство реально хорошее. Следующее, что я выбрасываю, это тушь I Love Mascara от Faberlic. По всем моим подозрениям они пытались скопировать, знаете что, они пытались скопировать Диоровские туши. Здесь похожа упаковка, здесь похожа щеточка, но у них не получилось. Тушь прокрашивает реснички плохо, они какие-то такие, знаете, сиротливые, такие несчастные, что-то как-то, в общем, не очень мне понравилось. Также я выбрасываю Maybelline Dream Pure BB Cream 8 в 1. Насколько я помню, этот был крем тонирующим эффектом с салициловой кислотой. Смысл был в том, что он должен как бы быть без жирного блеска. В итоге жирный блеск появлялся ровно через час, мне это средство не подошло. И вот эти вот псевдо BB крема дешевые, это вообще какая-то сплошная порнография, мне не нравится. Следующее, что я выбрасываю, это подводка от GOSH Extreme Art Eyeliner. По-моему, их сняли с производства, по-моему, я не понимаю, зачем они это сделали. Это та подводка, которая не смывается ничем. Она не подходит на каждый день, вообще не подходит, потому что она вкрашивается в вашу кожу. Но если у вас ответственное мероприятие, на котором вы собираетесь рыдать, и у вас должны быть накрашены стрелки, это то, что вам нужно. Неубийственное просто средство, не на каждый день, но у него свои задачи. Супер! Причем здесь была очень удобная такая тоненькая кисточка, но просто она уже загустела у меня, и я сейчас ей не пользуюсь, поэтому выбрасываю. Так, следующее, что у меня здесь лежит, это лак с блестками прелести. Я вообще даже не помню, как он ко мне попал, но как бы золотые оттенки на волосах, мне кажется, уже немного не в моде, поэтому летит в помойку. Спрей Revlon Equal, как-то он называется, в общем, не знаю, какая-то штука. Кератин, гидронутритив, чего-то. Нет. Просто нет. Неприятный запах, спутывает волосы. Чего он там лечит, я не знаю. Вот, в общем, с маркой Revlon по волосам я совершенно не сдружилась и не могу. Кстати, шампунь есть такой же, тоже он мне не понравился. Следующее, что у меня закончилось, ой, пыль полетела, у меня закончилась паста от марки Faberlic, освежающая зубная паста Бриз Д'Амур для романтиков. У нее аромат малины, она розовая, причем малина с такой конкретной мятой. Обалденная! Буду что заказывать в Faberlic, если она там еще есть, закажу. Если там еще продается эта линейка, возьмите. Очень хорошая зубная паста. Так, следующее, что я выбрасываю, это пробник крема Елена Рубинштейн Гидроколлагенист. Офигительный тональный крем. Он пахнет свежим виноградом. И он очень хорошо увлажнял, питал лицо. Оно с ним было прям такое, прям плотненькое, хорошенькое. Ну, просто он уже очень старый и, ну, просто уже как бы это несерьезно. А вообще, в целом, может быть, даже для своего нового зимнего ухода я присмотрюсь вот именно к этой штучке. Так, тент Идл Ультра. Тоже, опять-таки, пробник. Он очень темный. Нам всем раздавали очень темный оттенок, который не подходил никому. Когда вот я приехала из Израиля, я могла им пользоваться на все лицо. Очень плотное, стойкое покрытие, хорошая штука. Ну, вообще, тональники Lancome мои самые любимые, что тут говорить. О, дальше у меня тут, смотрите, пошла какая-то волна тушей. Тушь NYX, NYX, я NYX, ну, короче, вы поняли, NYX. Долл Ай Маскара, супер тушь. Единственное, что она, как все дешевые туши, очень быстро засохла. У нее такая, вот такая щеточка. Очень красиво она делала глазки. Она делала глазки абсолютно не как тушь, которая вот дешевая. Но минус в том, что ее нам мало хватает, она быстро подсыхает. А вообще, очень-очень-очень хорошая. Также у меня здесь пробник Hypnose Doll Eyes. Люблю эту тушь, ей просто нужно уметь пользоваться. Вот этой вот щеточкой, к ней нужно приноровиться, а так тушь очень хорошая. Еще одна тушь, это Revlon Photo Reedy 3D Volume. Обалденная тушь для фанатов силиконовых плотных щеток. Супер! Она делала прям вот такие огромные ресницы. Если наносить в три слоя, получался невероятный объем. И мне очень часто говорили за нее комплименты. Реально очень хорошая штука. Так, средство от Ariflame BioClinic. Вот, а это опять-таки то средство, которое на каждую кожу действует по-разному. Обсуждали его с Викой кошкой, ковка The Cat. Она говорит, идеальное средство, обожаю. Я попользовалась неделю, покрылась такими прыщами, что думала просто умру. Вот, как бы, как бы вот, что здесь сказать. Разная кожа, разный тип, я не знаю что. Ну вот, не подошло абсолютно. Таких прыщей у меня не было со времен просто моих 13 лет. Как я из них вылечилась, я не помню. А, Organic Surgeon я лечилась. Вот. На сегодня хватит. 12 минут подходят к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Я встаю снова, разминаю свои ноги, потому что сижу неудобно. Большое вам спасибо, всех вас люблю. Ваша Вероника, пока-пока. Надеюсь, вам нравятся все-таки эти видео, потому что мне их очень-очень приятно снимать. Все, целую вас, пока-пока.